Были у меня рессоры такие, А-69, различные тут приспособы, бегунок такой, вот это были опоры разные, вот они тоже огрызки куски с загибами тут, вот это вот были различные накладочки, там то ли кожа, то ли визина, ну и в итоге все это плавно-плавно ушло на свалку, потому что вот эти вот рессоры, они чем линей, тем мягче и было принято решение, что ими работать неудобно, все-таки ход дошел в меня, я решил сделать себе рессоры, тем более, что металл у меня нашелся, не знаю, что за сталь, с чего, ну в общем там рессора такая, что я даже не смог ее просверлить, пришлось ее отпускать в печке, чтобы просверлить там отверстие и нарезать резьбу, ну дальше мы посмотрим. Где-то минут 5-7 прошло, вот теперь надо дать остыть, была возможность просверлить это все дело, иначе у нас ничего не получится, так вот первое отверстие получилось, как видим сверкальца превосходно. Нарезал резьбу, как всегда М8 шаг 1.25, чтобы под все то, что у меня есть, под любые насадки, можно было бы ими пользоваться. Пример. Вот так вот. Уже можно работать. Следующий этап, сороковка, зерно, вот такой кружок, дуржавчинку сейчас подберу с обоих сторон, посмотрим, что дальше будет делаться. Повеселил немножко все, подогнал, здесь такие будут ходить. У нас железяки, здесь она у меня клинила, таким образом. Там видны следы, вот он след виден. Убрал лишнее, теперь подвижная часть входит, здесь будут фиксаторы, наконец-то, то есть надо крутил, зафиксировал тут, тут. Вот эта подвижная часть теперь везде входит спокойненько. Продолжаем теперь дальше, зачищаем, попробуем ее немножко облагородить. Уже разница есть, по сравнению с таким уже такая сабля посимпатичнее смотрится. Думаю, может быть есть смысл еще здесь тоже взять, отпустить и просверлить. Не знаю, что это за сталь, но она не сверлится, не хочет. Пока я вот до сюда ее не прогрел в этой печечке, до красного не накалил, не отпустил, я просверлить ничем не мог. С той стороны, да, на всякий случай лучше сделать сразу. Почему? Потому что, глядишь, пригодится. И потом будет проблема сверлить, надо отпускать, потом шлифовать и так далее. Наверное, надо отпустить тоже, сделать здесь наметку. Печечка пришла в норму, решила отпустить вторую часть, поскольку, как я уже повторился, не знаю, что это за сталь. Пока я ее не отпустил, тоже эту часть печки, я ничего не смог сделать. И она очень упертая. А иногда рессору, для того, чтобы куда-то залезть, подлезть, для удобства работы приходится там куда-то подгинать, выгинать. Поэтому вот так. Ждем результата, когда прогреется, дадим остыть. Мы подождали, где-то минут 5-7 прошло. Теперь надо дать остыть, чтобы нам была возможность просверлить это все дело. Иначе, иначе у нас ничего не получится. Ну и опять же, как я говорил, чтобы была возможность ее подгибать, разъебать. Потому что сталюка какая-то упертая попалась. Вот так моя Печечка выручает меня. Можно и гараж потопить. Вот. И какой-то, какой-никакой инструмент с помощью ее заделать. Так, железка наша остыла. Будем ее чуть приводить в порядок. Металл, конечно, очень упертый. Я пытаюсь тут, допустим, даже вот я ее отпустил. Пытаюсь согнуть, она что-то не очень хочет гнуться. Ну ладно, так значит так. Вот, металл отпустился. Металл. 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 Вот так легко и быстро можно просверлить, когда металл отпущен. Теперь будем нарезать резьбу и пробовать. Все получилось, как и было задумано. Наладить резкость. Отлично. Теперь есть резьба с двух сторон, что не может нервовать. Теперь уже можно работать этим носиком с наконечником и, если надо, этим. Следующий этап, опять же, обдирать буду здесь. Потому что вид, конечно, и руки грязнеются. Лучше будет, когда она будет у нас, во-первых, может быть, чуть потоньше получится. Будет получше работать. В плане того, что может быть тоньше, я смогу ее подгибать. Но как-то сомнительно. Сталюкать уже упертая. Ну и, конечно же, хочется, чтобы посимпатичнее выглядело. Нельзя выжилизакой работать, а? Более-менее красивой. Продолжаем работу. С одной стороны вот до сюда где-то я отпустил, с другой стороны где-то вот до сюда. Теперь надо все это зачистить, вычистить. Было более-менее аккуратно привести в более-менее такой блестящий аккуратный вид. Чтобы вот так не пачкаться. Есть смысл это все зачистить, аккуратненько вычистить. Немножечко подшлифовать. Но не более того. Почему это инструмент, которым будет работаться, не на выставку. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, вот руки грязные. Но это уже не дело. Поэтому мы вот эту ржавчинку сейчас будем вот таким диском. Для начала вот P40, это шкурка самая грубая, которая у меня есть. Сейчас на болгарочку будем счищать вот этот слой. Не забываем, что глаза у нас одни, в магазине мы их не купим. Пользуемся очками. Вот так вот подзачистилось все. Ну, как мы видим. Тут, конечно, получше, покрасивее. В принципе, я считаю, этого достаточно для нормальной работы. Осталось еще чуть шлифануть торцы. И вот это немножко подровнять. Вот таким образом. Сейчас, если видно. Это от шлифмашинки от Орбиталки. По-моему, P150 шкурки. Пройдусь и хорош. Ну, я думаю, видно, что чистенько. А теперь вот эту часть. Вот мы видим, что все, в принципе, чисто. Осталось вот здесь еще чуть-чуть пройтись. И хорош. Потом нужно взять грубую шкурочку на Орбиталку. И Орбиталкой пройтись. Почистить. Вот это зерно. Не знаю, видно, не видно. П80. С восьмидесяткой просто чуть понизить риску подзагладить. Сейчас включу подсветку, попытаюсь снять поподробнее. Вот здесь, после Орбиталки. Более-менее аккуратно. Здесь оно блестит. Но зато вот такая поверхность. Но особо блеску никакого красоты не надо. Вот такое будет более чище, более аккуратно. Берем теперь Орбиталку и вперед. Вот у меня есть разная шкурка здесь. Но в основном это грубая. Это вот P120. Дальше P180. И вот это вот тоже P120. Ну, в принципе, хватит. Для работы по металлу, я думаю, проблем больших нету. Достаточно до 180. Можно там взять и отполировать, конечно. Но при работе эта вся красота убежит. Поэтому смысла я не вижу делать этого. Как мы видим, работа эта не быстрая. Но тем не менее, как видно, набивает такую мелкую чешуйчатую структуру. Ну, здесь Орбита 2.2. И она как бы вот так, такими мелкими зигзагами все это закамуфлирует. В принципе, будет достаточно чистенько. Особо не вижу смысла тут снимать. Просто покажу разницу. Вот уже почищенная поверхность. Здесь вот есть еще такие глубокие раковины. Здесь вообще все скучно. Вот где-то до такого вида, я считаю, можно сделать и нормально. Где-то какие-то мелкие раковинки будут, но ничего страшного. Когда все доделалось, все легко входит, скользит. Здесь смысл. Вот это все немножко ржавенькое. Где-то заусенцы почистить. Где-то, чтобы оно более-менее красивое. А вот вышкурил, уже не так грязи много с этого инструмента получается. Теперь займемся облагораживанием вот этих вот ползунков. Она проще будет вот так сделать. Первый готов. Поехали дальше. Все чистенько, аппаратно остались торцы. Вот это вот, что мы видим, это основа. Сюда еще кучу-кучу нужно приспособ. Вот это будет дальше в обрезке, как я себе примерно это все вижу. Как я это понимаю. Ну а снова, так сказать, для работы готова. Вот в таком виде. Дальше пойдут насадки. Различные приспособы еще и так далее. Ну а в обрезочке я покажу, как я это все себе вижу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok